а что ты делаешь то с веревкой будешь есть с веревками ты ешь что тебе должна веревки то есть поэтому их приходится обрезать только намотал сюда вообще уйти прям в середину куска я вообще есть не собираюсь да да мы идем клематис обрезать с людьми ты вот это есть будешь я буду вот это есть в этот ты будешь добрый ты какой а вот у кого такой муж добрый как у меня ни у кого такого конечно нет ребят пошли от него он плохой мы с ним водиться не будем мы пойдем с вами клематис обрежем как культурно тапочки все стоят вообще с босыми ногами в такую погоду вечером тетя люба ты чё творишь ты чё творишь так берем клематис ой господи клематис берем секатор берем перчатки и пошли не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня до женя клематис резать пойдешь я так и знала никому ничего не надо поныть что ли чуток никому ничего не надо все какие-то противные бесхозяйственные никто ничего делать не хочет ой ёлки не надо за меня цепляться я знаю что ты меня любишь я тоже тебя люблю только у тебя шипы такие вот какие шипы по какие шипы эти вот они так ну что приступим а вечер какой хороший я жду сегодня должна прийти любанька не 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 я не бросила все я забыла для камеры этот штатив сейчас возьму как здесь тепло ведро пошли со мной я тебя награжу клематисом пойдем мой лапчик пойдем со мной у елки и все нормально обошли и а и и и и и и и и и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, мои хорошие, огромное вам спасибо, что были со мной. С вами как-то и работается легче. И вообще вы... Так смешно говоришь с камерой, но я знаю, что вы услышите. Вы у меня молодцы. Я очень вам благодарна и признательна за все, за все, за все, за все. Вы слышите? Слышите? Узнаете? Это соловей. Здоровая, правда? Вот еще одна. Что-то как-то у нее не так получается. У соловья лучше. Все, мы с вами молодцы. На сегодня работы не успели начаться и закончились. Ладно, завтра с утра пораньше, пораньше, ну ладно, завтра с утра пораньше будем с вами заниматься тем же. И в том же составе. Ой, гудит тут Аллочкин мотор. И ты кто это к нам идет? Кто это, кто это? Красотуля наша идет. Ты краситься идешь? Нет, ну сегодня ты устала с дороги. Давай завтра? Завтра. Договорились. Сегодня я просто седунчик. Да ладно, Любовь, завтра закрасим. Какой седунчик-то? Седунчик страшный. Мы с тобой танкоркали в снегу, ну какой седунчик-то? Ой, это когда было. Давай. Уже все, седунчик-то. Давай, сейчас чай будем пить, раздевайся. Я покушала, пошла по-саду думать. А мамка говорит, ой, у Любови вообще света нету нигде. Как это? Не было света. Как это? Потом раз, через минуту. У нас всегда свет. Нет, вы на огороде допоздна были, да? Нет, не допоздна, там светло еще было. Мы еще Соловьев слушали. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежья. Ой. Ой-ой-ой. Ну что, весна. На дворе весна, поэтому и дождь. Ну ладно, пусть польет, а то земля уже начала трескаться. Услышала я, ребята, ваши пожелания, что можно посадить на то местечко. Крыжовник, смородину, тюльпаны. Все услышала, посмотрим. Слышите гром? Ой, как пахнет дождем. Ой, как пахнет дождем. Смотрите, как красиво на бассейне капли дождя. Дождик закончился. Ну, в принципе, не страшно, когда идешь в теплицу. Борис определился с теми растениями, которые он хочет оставить, потому что ухаживать будет он. Так, я имею в виду рододендроны. Он решил оставить себе костерианум. Вот, костерианум. Раз. Дальше он хотел оставить golden lights. И он решил оставить лососевый. Где тут лососевый? Вот, лососевый. Вот эти три растения он решил оставить. Так. А вот эти растения, японский кремовый, вот обалденно красивый. Отнесу Олечке. Так, японский оранжевый. Олечке. И вот этот хельсинки. Хельсинки. Это тоже для Олечки. Я достала хоризонтеллы, чтобы больше света на них попадало. Они, знаете, такие крепенькие. Очень такие приятные. Такие, знаете, вот такие вот прям ух-ух какие крепенькие. Как стойкие оловянные солдатики. Ну, оранжевые, как в принципе все оранжевые цветы, немножко слабоваты. Слабее. Ну, это, видимо, зависит от расцветки. Хочу предупредить тех, кто будет говорить, вот выбрали лучше, выбрали хуже. Здесь нет ни лучше, ни хуже. Они, в принципе, все одинаковые. Борис руководствовался цветовой гаммой. У нас есть желтый, лососевый и розовый. И у Олечки остается желтый, лососевый и розовый. Единственное, что у нас нет листопадного. Ну, ой, вечно зеленого. Ну, у Олечки будет. Она садовод более опытный, чем я. Поэтому пускай Оля выращивает. Ну, водичка уже лучше. Не настолько, но лучше. Похоже, сегодня весь день будет дождь. Ну, это и неплохо. Хе-хе, Пузырик, тебя купать надо сегодня. А, Пузырик? Вот моя любимая лилия. Так, Женя, кыш. Кыш от любимой лилии. Так, это, по-моему, сорняк, а не любимая лилия. Уже жук какой-то сидит красный. Кыш. Надо подергать. Кстати, у одного очень интересного садовода, биолога по образованию, прочитала, что не нужно с корнями выдергивать Господи, как она называется-то? Вот эти сорняки. Нужно просто срывать верхушки, и растение само погибнет. То есть это бесполезно вырывать корнем, потому что корень, корень будет размножаться дальше. А когда срываете наземную часть, хлорофилл не поступает к растениям, растение гибнет. Ну, вот как-то так. Хочу попробовать сделать это. Действительно ли это будет так? Это относится к сныте. Вспомнила название сныть. Чуть сегодня с утра проснулась с насморком. Вчера хорошо ехало, было тепло. Это относится к сныте. Сныти на участках много, потому что очень часто в свое время, раньше, мы приносили лесную землю. Ну, и, естественно, с лесной землей мы приносили корешки сныти. Ну, и эта сныть расползлась по всем, по всем участкам. Посмотрим, посмотрим, действительно ли это так. К концу летнего сезона можно будет глянуть, уменьшилась сныть или не уменьшилась. Ну, поддорожник я буду вырывать корнем. Так, теперь надо определить, это лилия или это что? Что-то, мне кажется, ну, совсем это на лилию не похоже. Листья у лилии совсем другие. Так, ребята, напишите в комментариях, лилия это или не лилия. Что-то я не могу определиться. Что-то как-то у меня глаз замылился. Это моя любимая лилия. Это душистая лилия, высокая, белая. Когда делали бассейн, пришлось мне ее пересадить. Ну, уступила я Аллочке, пришлось пересадить лилию. Что-то, мне кажется, это совсем не лилия, ребята. Может, это лилия? Посмотрите, пожалуйста. Я не придуриваюсь, я серьезно говорю. Вот вроде листья лилии, да, но это тоже вроде как похоже. Так, здесь тебе не место, хоть ты и клубника, земляника, уходи отсюда. Здесь место лилии. А это что такое? Земляника, клубника ходят тут. Так, ну, а это борьба со снытью. Не знаю, кто выйдет победителем. Надеюсь, что мы с вами. А может, кто-то знает, как выйти победителем в борьбе со снытью. Хотя это такая беда, что сныть полезно. Да, я знаю, что Серафим Саровский в свое время жил несколько лет, готовив себе блюда из... еду, блюда. Еду из снытью. Мне покоя не дает эта лилия. То ли лилия, то ли не лилия, но покоя не дает. Хорошо она пошла в рост. Возможно, зацветет в этом году, если я буду отсюда гонять вот это существо, которое тут все нюхает. Так, уносим с вами отсюда. Палочки все. Так, Женя, пошла отсюда нафиг. Чтоб мама тебя тут не видела. Несем. Это цветочки. Вот такие розовые. Колоновидные яблони Останкина. Конечно, они уже разрослись, уже верхушку отрезали, уже ветки пустили. Она уже далеко не колоновидная. Ну, просто показываю вам вот такие вот, какие у нее розовые цветы. Рядом растет другой сорт, я не помню какой, но у него тоже розовые цветы. Тоже колоновидные яблоня, но я помню только одно название вот этой яблони Останкина. Ребят, хотела еще поделиться с вами, ну и задать вопрос. Я только начинаю с вами разговаривать, и вот это мокрое, лохматое существо, тут же стоит рядом со мной. Ребят, у меня проблема. Я не знаю, что мне сделать вот с этим осотом. Трава красивая, красивая. Но она настолько опасная, постояла вниз головой, насморк появился. Она настолько опасная, она острая. Я не знаю, как от нее избавиться, чтобы не повредить вот этому многолетнему можжевельнику. Видите, какой он большой? Этому можжевельнику лет 40. Почему я знаю? Потому что его посадили, когда открывался пионерский лагерь. Пионерский лагерь просуществовал, по-моему, лет 20. И 27 лет уже наши участки. Значит, около 50 лет, извините. Около 50. Это не я сажала. Этот можжевельник здесь так и рос на территории пионерского лагеря. Ну, вы знаете, что наши участки находятся на территории пионерского лагеря. Из-за того, что здесь было сыро, много комаров, детки болели, пионерский лагерь был ликвидирован. Он принадлежал заводу, где работали наши родители. И завод... Ой! И завод решил этот пионерский лагерь превратить в садоводческое товарищество. Лагерь был закрыт, и садоводы ринулись благоустраивать вновь обретенную территорию. Вот. Вот этот осод, он здесь живет уже очень давно. Выкорчевать я его не могу, потому что я боюсь повредить корням можжевельника. И дети прибегают, и каждый раз берут руками вот эту траву, а она очень острая и режется. И я бы хотела убрать. Вот я в свое время положила камень, думала придавлю, и в общем-то все будет нормально. Но не получилось. Ерунда какая-то у меня. Ой! Ерунда какая-то у меня получилась. Вот, ребят, поэтому я вас очень прошу, ну, вот просто кто знает из садоводов, как мне его извести? Вот как сделать так, чтобы он тут не рос? На это место мы лучше с вами положим камушки красивые, или посадим что-то красивое, ну, ромашками посадим в конце концов. Очень опасно, потому что, ну, мало ли, вдруг, не дай бог, упадут, опять порежутся этой травой, сколько раз резали. Буду очень благодарна и признательна за советы. Спасибо большое, спасибо. Думаю, что вы внимательно отнесетесь и ответите, потому что, ну, даже я его боюсь, я его боюсь очень. Так, вот на какую кучку с вами насобирали, пока болтали. Занималась и подумала, а что я занимаюсь, я сейчас буду сажать, а Олечке-то рододендроны надо отнести. Ну, в общем, короче, я позвонила Олечке, она нас ждет с вами. Сейчас пойдем отнесем ей рододендроны, но заодно и посмотрим, как там Ритка выросла. Как там Ритка, как там Дуся. Угощение мы с вами взяли. Так что все будет хорошо. Так, рододендроны, вот они. Боба, у тебя, ну, опять дырка на футболке, ну, Господи. Мозг протек с головой, но мозг начинается. Мозг с головой протек в живот. Во, а зацветает это. Кто? С прививкой. А-а-а. Вот это да. Это прошлогодняя прививка, да? Да. Вот это да. Ой, не дотягиваюсь, ребят, показать. Ладно, Боб, мы пошли. Я пошла. Все, я взяла рододендроны. Главное теперь, чтобы Ритка не съела. Рододендроны? Меня. Рододендроны. Рододендроны нет. Все, пошла. Если Банька будет спрашивать, я пошла к Олечке. Борь, я на пять минут, потому что надо заниматься делами. А, ребята, иду, как я не знаю кто. Вон, все карманы раздуты. Видите? В одном телефон на груди висит газовый баллон, а в другом кармане лакомство. И еще лакомство вот здесь, в сумке. Это для Риты и Дуси. Ну что, пошли Колечки. Посмотрим. Как там у нее? Может, там что-то цветет? Посмотрим. Надеюсь, дождик нас не застанет. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но у меня такое чувство, что мы с вами идем в грозу. Помните фильм «Иду на грозу»? Вот, похоже, я иду на грозу. Да еще и вас с собой тащу. Ой, 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 ой. Ой, 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 какая, ой, какая судивая. Ну ладно, дойти-то мы точно успеем. Если что, дождь пересидим в Олечке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, мы с вами пришли на то место, где мы весной с лёважкой кувыркались. Вот в эту канаву она тогда провалилась ногами, и ноги были мокрые. Здесь летом-то, вот как сейчас, можно сказать, летом, пройти сложно, потому что почва глинистая и скользкая. Ну а тогда такие кучи были, да? Вспоминаем и смеемся с ней. Так, о, вот здесь была огромная-огромная куча, которую мы перелезали. Вот она так тянулась-тянулась, и вот тут сходила на нет, где мы торт тащили, кулечки. Спасибо.